Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня в этом видео я хочу проверить два очень интересных рецепта слайма. Судя по вашим комментариям, лайкам, просмотрам, я поняла, что вам очень нравится видео там, где я проверяю различные рецепты лизунов и слаймов. Именно поэтому я решила, что буду снимать такие видео намного чаще, намного больше, специально для вас. И, как я вам уже и сказала, сегодня я буду проверять 2, целых 2 рецепта слайма. Надеюсь на то, что они у меня получатся. Но прежде чем я начну, подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны, а также можете поставить большой пальчик вверх под этим видео. Но теперь, в принципе, все, нам ничего не мешает перейти уже к приготовлению самих лизунов, так что поехали! В основе этих двух рецептов идет вода, поэтому первым делом нужно налить водичку. Она у меня из-под крана, поэтому не обращайте внимания, что здесь какие-то пузырики. Так, наливаем. Упс. Все, столько, я думаю, будет достаточно. Далее идет гуаровая камедь, или гуаровая, не знаю, как правильно читается. Сразу же отвечу на, скорее всего, возникший у вас вопрос. Купила я ее в магазине, там, где все продается для выпечки всяких тортиков, вкусняшек и всего такого. Вот эта баночка стоила 105 рублей. Сколько ее нужно добавлять, я ей, честно говоря, не знаю. Но примерно на глаз до того момента, пока вода не станет такая желатиновая, либо как кисель. Так, подсыпем еще чуть-чуть. Смотрите, вода уже становится такой густоватой. Она действительно уже вроде бы как бы похожа на кисель. Мне кажется, вот эта консистенция должна быть идеальной. Честно говоря, даже не знаю, добавлять ли мне еще эту гуаровую камедь или нет, или так оставить. Но я ее пока помешаю. Может быть, она станет еще немного гуще. В общем, посмотрим, что сейчас будет происходить. Здесь вот эти еще все хлопушки, они меня так напрягают, если честно, вот эти комочки. Я даже не знаю, как их отсюда извлечь. Поэтому будем так перемешивать. И надеяться на чудо, что они сами там растворятся. Возможно, так оно и будет. Но что-то я в этом сомневаюсь. Да, действительно, смотрите, я ее мешаю, 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 мешаю. И вроде бы она становится гуще, 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 гуще. Но вот эти хлопушки, они все-таки не исчезают. Неужели их все придется оттуда вылавливать? У меня даже ситечка дома, к сожалению, нету, чтобы это все процедить. Потому что я как бы кисель не варю, ничего такого не делаю, и мне ситечка как бы не нужно. Если только для приготовления лизунов. Знаете, у меня Денис все время ржет. Нормальные девушки проверяют всякие интересные там рецепты пирогов, не знаю, там тортиков. Я проверяю рецепты слаймов, как бы все ок, все нормально. Ребят, смотрите, я больше гуаровой камеди не добавляла, но жидкость, ну, вот эта самая субстанция все-таки стала более густой. И теперь, я думаю, пришло время загущать. И загущать я это все буду с помощью капель нафтезина и пищевой соды. Нафтезин это вроде бы капли в нос, насколько я знаю. Стоили они, кстати, всего лишь 11 рублей за вот этот тюбик. То есть, прикиньте, насколько дешевый этот загуститель. Если, конечно же, он работает. Но, насколько я знаю, работать он должен в паре вместе с содой. Вот у меня пищевая сода, я сразу же ее притащила. Итак, добавляем сначала немножечко нафтезина. Ой, он уже такой все прям желейный, мне кажется, никакой нафтезин я не вижу. Так, смотрите. Упс, упс, тут, походу, нужно дырочку сделать. Дайте мне ножницы срочно. И теперь уже точно добавляем несколько капель. Перемешиваем. По идее, оно сейчас, да, оно не загустевает, потому что еще соду мы не добавили. Но после того, как мы добавим соду, должно начать происходить чудеса. Должны происходить начать чудеса. Все, добавляем соду, также перемешиваем. Вот, уже процесс пошел, смотрите. У меня все время проблема с тем, что я перебарщиваю с загустителями, поэтому я не буду пока больше ничего добавлять. Пока помешаю, помешаю, помешаю. А вот все и загустится без добавления дополнительного нафтезина, соды и так далее. Ребят, смотрите, давайте доставать вот это вот со здания и смотреть, что в итоге у нас получилось. Он немножечко, конечно, прилипает к рукам, но я не буду больше добавлять загуститель, иначе это у меня все превратится в какашку и вообще в непонятную резину. Я уже себя знаю. Итак, давайте его попробуем растянуть. Ого! Офигеть, вы видите? Вот, теперь вы точно видите. Смотрите, какой он прозрачный. Ну, конечно, всю вот эту красоту портят вот эти вот непонятные вот штуковины, вот эти вот комочки. Я не знаю, как от них избавиться. Видимо, их нужно вытаскивать вручную, чтобы все было окей. Либо это как-то более все тщательно перемешивать. Если вы знаете, как избавиться от этих комочков, то, пожалуйста, напишите в комментариях. А так-то, в принципе, рецепт классный, рабочий. Если честно, я даже не ожидала, что получится такой вот прикольный непонятный слайм, потому что я впервые использую гуаровую камедь. Ни разу до этого ей не пользовалась. И вообще, честно говоря, я думала, из нее получится какое-нибудь обычное жилет. Он настолько прозрачный, что я просто реально в шоке. Прям офигеваю. Но, если честно, меня прям безумно бесят вот эти комочки. Они прям ужасные. Если вас тоже бесят, блин, простите меня, пожалуйста, но они меня тоже раздражают. Я не знаю, как отсюда вообще извлечь, как от них избавиться. Но, блин, получилось вообще что-то очень крутое. Итак, для следующего рецепта нам снова понадобится, конечно же, водичка. Также наливаем ее в нашу мисочку. Главное, сейчас ничего не пролить. Оп, я молодец. И тоже понадобится гуаровая камедь. Но загущать мы ее будем с помощью другого загустителя, о котором вы сейчас узнаете чуть-чуть попозже. Где-то так я насыпала. Думаю, сколько будет хватит. И начинаем перемешивать. Сейчас все эти комочки полезут. Смотрите, вода прям жидкая-жидкая, поэтому я думаю, что нужно еще немножечко гуаровой камеди добавить. Ну, хотя, что-то я в этом сомневаюсь. Но, в общем, нет, все-таки добавлю немного. Все, столько, наверное, будет нормально. Нормально. Нереально. Ребят, посмотрите, как много комочков. Как от них избавиться. Help me. Что делать? Неужели мне их все нужно вылавливать вручную? Я не понимаю. Нет, я не буду этим заниматься, потому что это, ну, просто это пипец будет. Итак, давайте пробую загущать, потому что мне кажется, ну, как бы нормально. Вроде бы все такое кисельное, как и полагается. И в этом рецепте нужно использовать адрабарат нато. Сколько его добавлять, я тоже фиг его знает, поэтому я буду делать это на глаз. Здесь, по идее, добавлять соду не нужно, потому что вроде бы как бы без соды должно все загущаться. И да, реально, прикиньте, уже загущается. И, походу, я уже переборщила. Вы видели, какую я маленькую капельку тетрабарата добавила? Просто малюсенькую. И уже это все превратилось в какую-то резину. Все, ребят, лизун испорчен. Я просто переборщила, реально. Переборщила. Давайте я это отставлю и попробую сделать еще один. Итак, я перемешала до состояния киселя. Киселя. Если вы смотрите универ, то оно, наверное, будет так же смешно, как и мне. В общем, теперь добавляем тетрабарат натрия. Я не знаю, в каком количестве его капнуть, чтобы было нормально. Все, все, капелька, просто капелька. И перемешиваем. Ура! Уже начинает загущаться. Самое главное, чтобы это не превратилось в резину, как с прошлым лизуном. Как-то очень странно загущается. Если в рецепте с нафтезином там все это происходило плавно, и лизун потихонечку загущался, здесь же это получается все какими-то комками, кусками. Вон, видите, что происходит. То есть тут кусок загущенного лизуна, а здесь что-то жидкое непонятное. Ну ладно, не сдаемся, перемешиваем. Больше тетрабарат я пока не хочу добавлять. Если что, лучше добавлю соду. Но, по идее, в рецепте не было соды, было только гуаровая камедь, вода и тетрабарат натрия. Поэтому здесь я не хочу ее добавлять, но на крайний случай, если что, добавлю. Ладно, все-таки, видимо, время пришло для соды. Немножечко ее сыпанем. Ладно, давайте я его попробую взять в руки, посмотрим, что из этого выйдет. Все нормально здесь? Нет, он очень жидкий. Может быть, его повымешивать в руках? Потому что кусками он жидкий, кусками он вроде бы затвердел. Вообще-то вот реально больше сейчас похоже на какое-то желе местами. Так, да, ребят, ура, 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 ура. Лизун вымешивается, но он такой более густой. Хотя я не добавляла сейчас ничего. Соду больше не добавляла, тетрабарат не добавляла. То есть он со временем начинает густеть. И как понять, когда нужно останавливаться, непонятно. Вот первый слайм, который я загущала с помощью нафтезина. Но он просто идеальный, несмотря на вот эти всякие комочки. Но реально он очень круто тянется, он прозрачный, очень такой эластичный. Действительно похож на лизуна, на такую слизь какую-то покупную. Это же что-то более похожее на желе. То есть я ее вымешивала, вымешивала, вымешивала. Она нифига не вымешивалась. И бац, в какой-то момент она просто превратилась в резину. Ну да, он тянется, конечно. Но мне кажется, сейчас через пару секунд, минуту он у меня застынет. И все, видите, он уже рваться начинает. Ну что, ребят, я сегодня проверила два рецепта лизуна. И да, действительно, они оба рабочие. Но, как вы сами видели, первый рецепт, он действительно очень крутой и стоит вашего внимания. Из него получается очень классный лизун, вот такая вот слизь. Я вам его уже миллион раз показала, но я должна сделать это еще. Он реально очень классно тянется. Он прозрачный. И если бы не вот эти комочки, все бы было вообще оки-доки. А второй рецепт, ну такой себе на троечку. Может быть, это, конечно, сыграла роль моя рукожопость и тому подобное. Но не знаю, как получилось, так получилось. В общем, второй рецепт я вам точно советовать не буду. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. А также можете написать в комментариях какие-нибудь интересные рецепты, которые вы хотите, чтобы я проверила. И, возможно, в ближайшее время я сниму видео, там, где буду проверять рецепты лизунов. Именно вас, моих подписчиков. Ну а на сегодня это, в принципе, это все. Увидимся с вами в новых видео. До скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok